Друзья, приветствую! Давно хотел записать это видео. Накопилось у меня сейчас три темы, которые я хотел до вас донести. Смотрите, первая тема. Мне до сих пор много писем приходит от людей, которые хотят потрясить масло. К сожалению, сейчас в данный момент я не могу это сделать. 5 января прибор сломался, я сделал пару проверок, пару посылок проверил и потом заметил, что при тесте частоты я делаю его после каждой проверки, т.е. частоты ячейки, нетипичные значения вылезли и начал разбираться. Еще 12 часов потратил на это. В итоге прибор не работает, он не распознает проверочное масло, он не классифицирует масло по классам, то есть пишет, что в соответствии не находит. Думали, что это программный сбой. Несколько дней назад прилетал инженер по своим делам, ну и заодно уделил мне немного времени. Значит, 5 часов тоже переустанавливали прошивки, обновляли их, пытались разобраться, ничего не получилось, проблема не ясна, есть некоторые подозрения, но тем не менее, прибор я отдал, прибор в другом городе, значит, специалисты пытаются с ним разобраться. Все осложняется тем, что производители, американцы, значит, более-менее сложный ремонт производят только у себя в Штатах. Вот. И схема выглядит стандартно. Клиенту, у которого есть проблема с прибором, приносит в представительство, а представительство отправляет в Штаты. В Штаты все делают и возвращают. Вот. Сейчас из-за санкций данная схема не работает, американцы не работают с Россией. Значит, я так понимаю, что и запчасти нельзя заказать, и оплатить нельзя. Ну, короче, так. Так. Вот. Но, тем не менее, пытаемся разобраться, понять, в чем дело, починить. Это, значит, первый вопрос. Второй вопрос. Следующий. На днях я общался с человеком из Питера. Он директор в компании, которая продает спектрометры, но не инфракрасный, как вот у меня, а ультрафиолетовый. Это другой диапазон. Но, тем не менее, человек по образованию химик. Он разработал авторскую методику определения подделок. Вообще супер. Он мне показал очень большую кучу тестов, графиков там всяких. Ну, шикарно. Шикарно. Большой объем работы проделал. Вот. Определяет и минеральный, и полусинтетику, гидрокрекинг. Сравнивает одно с другим. Очень-очень классные результаты. Значит, даже легко определяет китайский пакет в масле. Ну, если сравнивать, он мне показывал, значит, спектрограммы Лукойла 2019 года и Лукойла с последних недель, грубо говоря. Он говорит, что отличие большое и связано оно, в первую очередь, с тем растворителем, который используется для китайского пакета. То есть, он какой-то нетипичный, несколько отличается и очень ярко себя проявляет. То есть, колоссальная разница на спектре. Да, по стоимости, значит, можно проверять и масла там, значит, и определять там синтетика, не синтетика, как я уже сказал. Вот, по стоимости 500 рублей. Там пробу некоторым образом надо подготавливать. Используется растворитель. Ну, как бы вот так. Значит, наверное, сейчас через меня. Пишите, присылайте, и я ему буду отвозить их. Значит, он будет проверять и как-то наладим такой метод выкладывания этих образцов. Я думаю, может, даже на канале как-то. Ну, еще обсудим с ним более подробнее. Так, это второй вопрос. И третий вопрос тоже касательно китайских пакетов. Сейчас много волнений по этому поводу. Понятно. Значит, кто-то из блогеров пишет, что Китай это вообще зашквар там. Все ужас-ужас. Допусков нет, тестов нет. Все-все плохо и все очень печально. Смотрите, я уже накопил некоторый объем тестов. И самое главное, выявил некоторые зависимости. Вообще, информация, на мой взгляд, супер интересная и ценная. Значит, чем она ценная? Есть тесты из одного автомобиля разных масел. В частности, там, масло произведенное в Бельгии. Я думаю, что из хороших пакетов там. Ну, как минимум, это Лубризол, Инфиниум или Автон. Не думаю, что Шеврон, но такое. Значит, и в этом же автомобиле после этого откатали, в таком же практически режиме, откатали масло на китайском пакете отечественное. Вот. Очень интересно по сравнению, вот как китайцы и нормальные пакеты ведут. Это не единственный тест. Значит, есть тест еще из одного автомобиля, в котором катали ликвимоли минеральные, такой с молибденом черненько, если знаете, и полусинтетику Валвалин, и гидрокрекинг Нестэ, и даже Мобил 1Х1, опять бы 5. Ну, там с некоторой оговоркой, но, тем не менее, и результаты тоже, вот, сравнение с отечественным маслом на китайском пакете очень интересные, очень. Поверьте. Значит, смотрите, я считаю, что я вот подумал, ну, решил не выкладывать в общем доступе эту информацию, потому что постоянно выкладываешь отечественные масла, начинается какое-то тут кидание известной субстанции, поэтому эту информацию я предоставлю на своем телеграм-канале Алдархосе. Значит, наверное, вот здесь будет где-то QR-код доступа на канал, или так можно найти в телеграме. Ну, канал частный, доступ по авторизации. Подаете заявку и, но, смотрите, эту информацию я готов предоставить именно заинтересованным лицам, именно заинтересованным, я об этом и писал уже, не просто так. В чем проявляется заинтересованность? Смотрите, в описании номер карты никаких тарифов нет, любую цифру, которую, ну, сумму, которую посчитаете обоснованной. Оплачиваете, подаете заявку, попадаете на канал. На канале в телеграме я буду размещать, значит, это видео сделаю, буду размещать информацию о тестах, которые были сделаны без видео. Достаточно много людей присылали образцы без видео, тесты, только скриншоты и прогноз. Так, ну, дешевле, людям важнее информация. Эту информацию там буду размещать и там же я хотел сделать видео, на котором вам обоснуюсь доказательствами, то, что масло на ПАУ и ПАУ плюс на Сталины быстрее привезет ваш мотор к капитальному ремонту, чем обычный гидрокрекинг. Вот, ну, по крайней мере, планирую делать там, на канале, такое более, более интересное информацию преподавать, ну, преподносить, простите. Вот, в общем-то, ну, это все, что я хотел до вас занести. Пишите, что думаете. Вот. А так, всех, кто посмотрел данное видео, благодарю. Всем удачи. Пока.